Пачанга, пачанга, друзья! Так, всех приветствую! И сегодня у нас ответы на вопросы. Точнее, на один вопрос, который... Так, у нас вопрос от Джин, Джин, Ник. Здравствуйте, Анзор! Смотрю ваше видео про Швецию. Вы как-то обмолвились, что сняли видео о жилье. Там, по-моему, был разговор о том, что эта информация была в видео с Джоном из Стокгольма. Но я не могу найти. Помогите, пожалуйста. Или, если его уже нет, осветите этот вопрос в своих видео, пожалуйста. В частности, интересует, как именно и кому, при каких условиях дают жилье приезжим. Это, видимо, какое-то временное жилье. Хотелось бы узнать поподробнее. Спасибо. Так, значит, Джин, в первую очередь хочу сказать, что вот эти видео, которые я где-то говорил с Джоном, они лежат у него на канале. То есть, его канал называется Джон Кронофоген. Если вы заходите на Джон Кронофоген, у него там идут видео, которые называются Анзор Ти Ви в Стокгольме. Сейчас я точно не ошибаюсь, но вроде так. И опять-таки сейчас я не смогу вспомнить, но мне кажется, вот этот разговор о жилье, вообще о Швеции, о работе, о таких вещах. Было видео, которое... Название видео не помню, но помню, что оно длинное. То есть, оно длится около часа, там 50 с чем-то минут это видео идет. Поэтому, если вы это видео у Джона увидите, она у него есть, по крайней мере, я его видел, она должна быть у него. То есть, заходите на его канал, и там вот в этом 50-минутном видео, или в часовом видео, есть вот эта информация. Но, еще раз, Джин, повторюсь, что я не могу утверждать, была ли там информация именно о жилье. Просто мне так кажется, так как это... Как бы у меня так в голове сложилось. Но, несмотря на это, сегодня мы постараемся, я постараюсь ответить на ваш вопрос с помощью одного хорошего человека, который живет в Швеции, живет в Стокгольме. Это Карина. Я сейчас с ней связался. И специально отвечаем на ваш вопрос. Так. Карина, здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас, секундочку. Так. Пачанга, Пачанга. Карин, я вас приветствую. Как вы уже поняли, у меня подписчик, человек хочет знать о жилье в Швеции. В частности, в Стокгольме. Сейчас я на всякий случай зачитаю еще раз вопрос. В частности, интересует, как именно и кому, при каких условиях дают жилье приезжим. Карин, если можете, вот что знаете, информация, которая есть, потому что я чуть-чуть как бы знаю, но это все поверхностно. Вы, так как в боли владеете этой информацией, если вам несложно, расскажите, пожалуйста, что, в каких условиях это жилье дают. Ну, под приезжими мы можем подразумевать разные категории людей. Те люди, которые приезжают сюда просить убежище, это одна категория людей. И, как правило, миграционные службы и службы Швеции выделяют им жилье до того момента, пока не решится их статус. То есть, или им дают вид на жительство, или им отказывают. В этих случаях им предоставляют жилье, но предлагают очень многим, особенно в последнее время, за пределами Стокгольма, на севере и в небольших городах. Потому что здесь уже очень селение увеличивается. Не по-детски. И другая категория людей, которые уже имеют вид на жительство. Здесь существует система очередей, как у нас в советские времена. Когда встаешь на очередь и получаешь через определенное время квартиру. Я сама получила квартиру трехкомнатную, 20 минут от центра, 78 квадратных метров, 2 минуты от метро. Комнаты все изолированные, чистые, светлые, большая кухня, большая ванна. Но если ты уезжаешь из этой квартиры, меняешь ее, переезжаешь в другой город, ты оставляешь ее коммунальным хозяйством. То есть, в наше время, у нас, в советских странах, это называлось домоуправлением. То есть, это для вас более знакомо. Я подписываю контракт с этим, с этой службой и отвечаю за эту квартиру. Я оплачиваю жилье сама, аренду. Аренда здесь в зависимости от квадратных метров, от количества комнат, от местоположения в городе. И, чем ближе к центру, квартира светится на дороже. И немного подальше они бывают, как правило, дешевле. Стоимость квартир колеблется от 450 евро до 900 евро. Я еще раз говорю, что зависит от того, где вы получаете квартиру. Сколько стоять в очереди, в ожидании квартиры. Существует несколько очередей. Есть одна центральная общая очередь, где, конечно, нужно ожидать получения жилья больше лет. Есть в пригородах, но это все относительно пригорода. 20 минут на электричке или на метро. Это тоже Стокгольм. хотя в Швеции здесь, как правило, если, например, в Латвии, в Риге, почтовое отделение такое-то, но это все равно город Рига. Но в Швеции здесь, если ты живешь в каком-то районе города Стокгольма, то почтовый адрес указан именно этот район. Поэтому это считается все равно Стокгольм, но в то же время почтовый адрес несколько другой. Вот, Фатим, смотрите, сейчас я попробую чуть-чуть подробнее это разложить. Допустим, возьмем, начнем вот с этих политического убежища. Допустим, человек приехал в Швецию, попросил политическое убежище, ему на этом основании дают какое-то жилье, но не в Стокгольме, а отправляют его на тот же север, к примеру, или в какую-то деревню, или в какой-то маленький городок. Я правильно понимаю? Да, совершенно правильно. Все верно. Там он получает какую-то квартиру, то есть это может быть что, квартира, комната, или же это квартира все-таки? Да, это квартира. Квартира. То есть ему дают квартиру, и он там живет. Живет до тех пор, пока не решится его вопрос с документами, правильно? Пока не скажут. Статус. Статус пока. Ага. Допустим, если ему статус не дают, то понятное дело он уезжает домой, к примеру. Если же ему статус дают, что дальше происходит? Эту квартиру, где он живет, у него, ему оставляют, ее забирают, или какое, что происходит вот в этом случае? он может договориться, и если ему оставят это жилье, оно его устраивает, то ему могут выделить эту квартиру, но тогда он уже будет оплачивать ее сам. В то время, пока он находится на рассмотрении службы Швеции, а в определении его статуса, то есть, если он просит политическое или другое убежище, то миграционные службы оплачивают это жилье ему, дают деньги на питание и так далее. То, когда он получает уже статус, то есть, вид на жительство в Швеции, то он оплачивает сам жилье, начинает работать, получать зарплату и так далее. Но пока у него нет дохода, то шведские власти оплачивают ему жилье, питание, проездные, билеты и так далее. Вот, допустим, такая ситуация. Он получил эти бумаги, находится он в какой-то деревне. Вот он уже получил документы и он говорит, я в деревне жить не хочу, я хочу поехать жить в Стокгольм, допустим, или в Гетебург, ну, какой-то такой большой город. Он может приехать в Стокгольм и получить квартиру? Если он стоит на очереди, то и очередь подходит. Он, конечно, может получить квартиру. Но если он находится здесь, в Швеции, небольшой срок, то он не успевает подойти по очереди в получение своего жилья, ему приходится снимать контракт второй руки. То есть у владельцев квартир, как в Швеции называют, Андрохарт. То есть просто он снимает квартиру, пока он не получил свое. Правильно я понимаю? Да, он арендует. Арендует квартиру. У владельцев. Эта очередь, сколько, вот допустим, человек приехал в Стокгольм и стал на эту очередь, сколько в этой очереди надо стоять? И как это процесс, как это вообще происходит? Как это выглядит? Ну, в среднем люди стоят 3-4 лет. Я много слышала от своих знакомых, кто получал квартиру и через полгода, и через год. Все зависит от того, в какой вы районе хотите получить квартиру. То есть есть востребованные районы, есть менее востребованные, да? Все хотят, многие стремятся жить поближе к центру, поближе к метро. А те люди, которые их устраивает электричка, пендельток, это тоже 20 минут, 15 минут от центра, 30 минут от центра. Там тоже хорошие районы, и их устраивают они, поэтому есть возможность получить быстрее квартиру в таком месте. Допустим, за год можно получить, в таком месте? Так, грубо, если брать. Да, можно получить. Вот, допустим, человек получает эту квартиру, дальше эта квартира, что? Он может ее продать, он может ее сдать, он может, ремонт в ней делать. Что вообще он может, а что не может вот с этой квартирой? Если он получает квартиру, как мы в советские времена говорили, с домоправлением, то он подписывает контракт, и он снимает эту квартиру государства и оплачивает аренду сам. В эту аренду входит вода. То есть, если в Англии нужно все время платить, или вот в Латвии я тоже знаю за воду, то здесь это все включено. Вы должны еще дополнительно оплачивать свет, интернет и, пожалуй, все. То есть, вы эту квартиру оставляете только в том случае, если переезжаете в другую квартиру или переезжаете в другой город, в другую страну и так далее. Потом вы можете оставаться и проживать в этой квартире всю жизнь. То есть, вас никто оттуда выгнать не может, если вы из-за нее платите, я правильно понимаю? Из-за этой квартиры? Если платите, и если вы ведете себя нормально в этой квартире, не шумите, не дебоширите, не ругаетесь с соседями, и тогда не включаете после 11 громкую музыку, но были такие случаи, когда людей выселяли из квартир, потому что постоянно были пьянки, постоянно был шум, соседи жаловались, и на это постоянно реагируют. сумму, которую за эту квартиру надо платить, это сумма, что за сумма? Это за тот же воду-газ, или это отдельная сумма именно за квартиру? И какая ее, сколько это? Примерно? Это в среднем я сказала 450, от 450 до 900 евро в месяц. Сюда входит только вода. Например, это у меня в моем контракте. То, что я получила трехкомнатную квартиру 78 квадратных метров. и я дополнительно оплачиваю свет и интернет. А свет и интернет это примерно сколько по деньгам получается? Свет примерно 220-30 евро в месяц. Все зависит от того, как много электричества вы используете. Интернет тоже примерно так. Долларов ой, 225 30 евро. Но это уже хороший скоростной интернет. То есть, если грубо брать, допустим, около 450 евро это оплата за квартиру и плюс опять-таки грубо 100 евро вот эти коммунальные услуги. Правильно я понимаю? Да. Вот так она обходится. Квартиру эту продавать нельзя. Правильно же? Вы ее не имеете права продавать нельзя. Но имеете право жить в ней всю жизнь. Так же? Всю жизнь. Карин, вот такой вопрос еще. Человек, допустим, если приезжает, я так понимаю, чтобы квартиру получить, это хотя бы значит, надо год хотя бы ждать. Если же человек не просит политическое убежище, допустим, он является гражданином вот той же Латвии, к примеру, или же Евросоюза, скажем так, он может получить здесь квартиру на таких каких-то условиях вообще, или же не может? Если он оформил, оформился как житель Швеции, то есть получил персональный код шведский, то он также становится на очередь и получает жилье. А как гражданин Европы он не имеет права получить, просто приехал со своим европейским паспортом, захотел получить жилье, нет, так он не получит. А как этому европейскому жителю, примерно той же Латвии, или Польше, или Болгарии, или Германии получить вот этот шведский персональный код, он вообще его может получить, или же для этого надо опять-таки, не знаю, тем же политическим убежищем просить, что ему нужно для этого, чтобы этот персональный код был. да, он может получить этот персональный код и вид на жительство, если он приехал сюда на учебу, если он приехал сюда на работу, или вышел замуж, женился, пусть уже создал здесь семью. В таких случаях он может получить персональный код и также встать на очередь на получение жилья. То есть даже студент получается, если приехал сюда учиться, европейский студент, получается, он тоже может этот код получить, так получается, да? Да, он может получить, но студентам есть специальное жилье для студентов, оно не чисто как наше общежитие, они больше похожи на квартиры, такое жилье, но они могут получить на время учебы, такое жилье тоже. Но еще я хотела добавить обязательно, что при получении жилья обязательно нужно иметь какой-то доход. Если вы не работаете, если у вас нет дохода ежемесячного или годового, то, что отмечено в декларации естественно в шведской системе, это везде видно, то вы не сможете получить квартиру, вам ее просто не дадут. Понимаю, что вы не сможете оплачивать за свое проживание. Это надо тоже учитывать. То есть, когда ты становишься на эту очередь, или когда ты получаешь квартиру, ты должен показать, что у тебя есть заработок, доход. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Притом этот заработок должен быть в Швеции, или же не имеет значения? Нет, этот заработок должен быть в Швеции. И чем выше ваш заработок, чем выше ваш доход ежемесячный, годовой, то вы имеете больше шансов получить лучше квартиру и лучше район. Даже так. То есть, они получается все это видят, смотрят, сколько у вас доход, сколько вы получаете, зарплату вашу, все. Конечно, когда вы выбираете какую-то квартиру и посылаете просьбу запроса, что вы хотели взять квартиру, они проверяют вас, кто вы, где вы работаете, сколько вы получаете зарплату. И поэтому это немаловажный факт для получения жилья. Фатим, вот такой вопрос. если вы хотите снять квартиру, допустим, человек приехал, вот чтобы получить, я так понял, то есть для кого-то это сложно, да, там год ждать, потом на работу еще надо устраиваться, вот хочет он снять, чтобы снять, это сложно или нет? вообще я хочу сказать, что снять жилье в Стокгольме, в Швеции очень сложно, хотя сдается много, но хозяева, люди, которые сдают свое жилье в аренду, они очень избирательно предоставляют это жилье люди, они также смотрят на ваш доход, кто вы такой, какой статус вы здесь имеете, поэтому снять жилье в Швеции непросто. Если, допустим, человек получает квартиру, он за нее платит, вот как у нас получилось, около 600 евро, примерно, если он снимает такую же квартиру, разница большая будет в цене, за эту квартиру. Да, как правило, съемные квартиры, или, как мы говорим, контракт второй руки, Андрахант, на порядок дороже, чем если бы вы сами имели бы эту квартиру, напрямую с коммунальными службами Швеции, Стокгольма в частности, поэтому и хозяева, которые сдают свое жилье, они, как правило, требуют депозит. То есть, если квартира стоит 600 евро, то вы еще должны заплатить 600 евро, и эти деньги пойдут за последний месяц вашего проживания в этой квартире. или если вы что-то испортили, сожгли, обои испортились, пол поцарапали, что-то разбили, то, как правило, хозяева высчитывают стоимость повреждения или каких-то испорченных вещей и отдают вам остальную часть, возвращают часть депозита. Поэтому надо быть всегда очень осторожным в квартире, быть внимательным, аккуратным, чтобы принял, сдал, как говорится. А саму квартиру, я так понял, найти сложно. Есть какие-то сайты, есть какие-то уличные объявления? Как лучше искать? Есть ли какая-то своя, я насколько знаю, есть своя русскоязычная? русскоязычная, где люди сидят, где они находят друг друга вот эти квартиры? Да, есть, как и везде, во всех странах и во всех городах, русскоязычные сайты, и там тоже вы можете посмотреть объявления о сдаче жилья. Есть шведские сайты, где можно заплатить примерно 65 евро, вам дают код определенный, вы заходите в интернет и смотрите все квартиры, которые предлагаются для сдачи аренду. Тогда вы сами пишите этим хозяям, звоните, договариваетесь и приходите смотреть эту квартиру. И если вас вы устраиваете друг друга, то вы можете снять эту квартиру. шведы когда сдают, они выбирают все-таки шведов или могут выбрать иностранцев. Допустим, с России человек приехал, есть у него шанс, если швед хочет снять еще квартиру, и он хочет снять, может такое быть, что они шведу сдадут, хотя даже этот может быть чем-то лучше, не знаю, денежнее, или это как-то не рассматривается у них, опять-таки, если такое вообще есть. Ну, я думаю, что это как в любой стране. То есть если придет белорус, то наверное предпочтение будет ему. Если это швед, то конечно сдадут шведу. Как правильно. Потому что один менталитет, одна страна, одна национальность. Иностранцу конечно сложнее снять квартиру, но тем не менее находят. Но еще один такой верный способ это через знакомых. Просишь одного знакомого, тот звонит другому, третьему, пятому. Но если вы приезжаете заранее, зная, что вам нужно приехать в Стокгольм, то вы должны позаботиться об этом пораньше, снять какое-то жилье. Поэтому если поищите в гугле запросы дешевое жилье, то вам выйдет много различных вариантов. Идется звонить, писать, ждать. То есть это не так просто. Не так просто. Карина, большущее вам спасибо. Я надеюсь, мой подписчик будет доволен вашим ответом. И также еще хочу сказать единственное хочу зрителям, на всякий случай, кто вас не знает, о вашем канале. Он называется Карина, как дальше было? Карина Карина Карлсом. Карина Карлсом. Если у вас после этой информации появятся еще вопросы, пожалуйста, задавайте, мы по возможности ответим вам. Карина, большое спасибо, всего хорошего, счастливо, выключаюсь и пачанга. Спасибо, до свидания, до новых встреч. До новых встреч. Так, друзья, сейчас вот как вы видели, такую информацию мы получили. Джейн, я надеюсь, на ваш вопрос более-менее ответ был. И как вы поняли, если информация была недостаточная, заходите на Карина Карлсон, это в ютубе канал называется, и вы все свои вопросы связаны с недвижимостью можете задавать. Что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию.